Сделать яркой эту осень легко. Дети, которым подарили наборы для творчества в рамках совместного проекта Благодворительного фонда «Столица милосердия» и депутата Совета Балакова Сергея Волкова, смогут раскрасить её всеми цветами радуги. Подарки здесь все различные, на разные возрастные категории. Подарки есть и для совсем маленького возраста, как вот, например, такие машинки. Подарки есть для школьников, это констовары, фломастеры. Также всякие различные развивающие игры. Благотворительная акция получилась очень трогательной и душевной, потому что подарки получили дети с особенностями развития, которые проживают на территории округа депутата Сергея Волкова. С сиротом особенно, он круглый сирота у нас. Да вот, в семью ездим, видите, в семье. Вот его, видите, поделки тут, где-то ещё. Если один на один с преподавателем, шумные не любят. На ёлку ходим, шум, он затыкается. Вот такое. Ну, это он сам делал, да, вот эти поделки? Ну, с помощью преподавателя. Совместно, да? Да, совместно. Всё равно молодёжь там, вон, фигурные такие, это лепка с пластилина. Многие дети с особенностями развития не любят лишнего шума и внимания. Но им очень нравится заниматься творчеством. Они старательно лепят, рисуют, раскрашивают. Поэтому и подаренные наборы будут не лишними. Это подарки тебе? На, доставай, открывай. Некоторые семьи, которые стали участниками благотворительной акции, удивлялись, почему подарки детям дарят в ноябре. До Нового года ещё месяц. День защиты детей отмечается летом. Мало кто привык получать знаки внимания от чиновников в другие дни. А ответ прост. Дарить подарки можно всегда, не привязываясь к дате. И организаторы акции об этом знают.